Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 819. События дня. Книга Нееме. 9.16. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго. В словах какие? Какой перевод сильнейший? Упрямство вали. Это за 12 марта 2018 года. Притча 22.10. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. А что так часто одно и то же? Это не одно и то же. Пока не исполнится. Но вот это прогонит. Господь прогонит кощунника, и удалится раздор. У меня практически все это происходит на сегодняшний день. Я прямо прошу Господа, вымейте оттуда, чтобы пылинки не было. Ниеме 9.16. Это более расширено, чем впереди. Потому что дальше это на название ролика идет. Оно не входит все. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. Вот сколько сказано. Это полностью весь текст. Вот это последняя неделя сейчас идет перед выборами президента Российской Федерации для Руси. Надо усиленно молиться. Сегодня еще дня, я не знаю, что это там, агитация или еще там заканчивается. Все, тишина должна быть. Все, теперь уже определились, а кто будет, проценты набирать. И прямо просить Бога. Выбери ты, Господи. Израиль не знал кого, и Господь избрал Саула, самого лучшего, высокого, красивого. А сделался кем? Чтобы он был поставлен тобою. Чтобы он молился Богу, у Бога и спрашивал. Через Галину Загуляева. Вот так. Посылочку привезла домой. Бережно открыла, с трепетом взяла в руки подарок Бога. Привет с родного Алтая. Крупными словами слова Бога. Буду изучать. К своему стыду я мало читала Библию и святоотеческую литературу. Жизнь проходила беспутная и греховная. И с Колькиной верой, как говорит Владимир Головин. Евангелие помаленьку раздаю. Случайности нет. Действую. Действуй. Зачем вы только свои деньги вложили в вторую книгу к истинному православию? Можно было бы и не надо. Да и завес много вышло. Воля ваша, смиряюсь. Благодарю Галинушку и Володю за заботу. Спаси Христос вас всех и общину и потеряевку. Ну вот настрочило, может, много и лишнего. Низкий всем поклон. Хат. За ошибки простите. С любовью Лидия Финаева. Ну, вот это она где-то в Краснодаре, там и Галя знает ее. Вот она получила книги. В прошлый раз показывали. Видите, как уже исповедуется и все. Она только к одному, к истинному православию. Я приложил еще дополнительную. Ну, это 500 рублей. Потому что она далекая. И второй раз, как правило, просят посылать за одной книгой ходить на почту. Это все нам не очень... Это я приложил наши расходы. И она просила вот эти красные корочки по благословению патриарха Кирилла с четвероевангелия. Кажется, это три послать. А мы послали 25. Вот теперь ее как бы побудили, визитки дали. И вот так все это постепенно меняется. Дальше. Постучилось так, что Виталий Калиников там что-то составляет ролик. Ему нужно фотографии выслал мне. А кто на этих фотографиях? Ну, я послал. Это Надежда. И раз из форума дал Надежда Дмуха. Вторая, которая Черневская, Александра Ивановна. И опять же, где ее искать? Он спросил только фамилию, имя, отчество. А я дал. Теперь все там. И фотографии. Ну, все абсолютно. Ну, и третья тут совсем... Это кто тут? Зверева Маргарита. Да. Вот любое вот эти, кто-то ткни, и сразу откроется. Ну, не буду сейчас. У нас времени на это нет. Как искать на форуме. А потом, что-то он спросил еще четвертого, четвертого человека. Я послал ему, и дальше аудио, там они говорят, даже видео эти есть. Но надо знать, где искать. Искать в Ютубе, или на форуме, или в моем мире. И я ему послал это все. Но он получил, а дальше это пока неизвестно. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Наша беседа в скайпе стала катализатором моих размышлений о еретиках. Понял, что необходимо это упорядочить. Не просто так вот грамотный человек, любящий Бога, а упорядочить. Как Лурия, там где, к кому относятся. Ну, понятно, млекопитающее, молоком питается. Ну, и дальше насекомое. Ну, в какой грампе искать-то папка? В одной папке о деньгах, говорится. В другом о лене. Третье о потеряевке. Четвертое о евреях. Пятое о мусульманах. Вот у меня вопросы и ответы, когда идут. И он решил тогда, еретики это тоже разные. А вот теперь, к кому этих таких отнести? Он там спрашивал о ком-то. Я говорю, это не еретики, это иноверцы. И он уже дальше начал размышлять. А другой-то слушал, больше никто не размышляет. Вот так рождаются новые темы, и которые помогают другим пользоваться объемным материалом. У меня плейлисты. Каждый день я ставлю там около 10, больше, меньше, чуть-чуть роликов. И куда ставить-то его? Какую папку-то? Вот. Приехал гость. Куда он приехал бы в лагерь? Куда? К лагерю его отнести? Или к деревне? Или к пришельцам, которые? И другой растяжу, не знаю, иногда в два даже. В два. Вот. Приехали гости, а я им показываю голубя. А у меня для голубей отдельная папка. Мало того, в это время Сережа подвернулся с собакой. А все это в одном вопросе. Куда приместить? Ну и поэтому, когда ищешь, бывает и не туда. И вот он начал делать, что в итоге? В итоге пришел к такой классификации. Классификации. Класс. Классификации. А ты к квалификации. Уже назначил им деньги. Какого класса шопер? С позиции, разумеется, христианина. О, важность. Все многобожники и религиозные безбожники, например, конфуцианцы, даусы, суть язычники, как говорит Библия, и вы так пояснили, иудеи и мусульмане иноверцы, еретики – это отступники и раскольники от истинной веры, от церкви, религиозные секты, возникшие в современное время, вроде Виссариона, Анастасии, Муна и прочие, лжехристианские секты, сектанты. Если какой-либо пункт нуждается в уточнении, буду рад услышать ваше дополнение. Он преподаватель университета в Красноярске, в Академии, и при Метрополе ведет занятия. И еще вопрос. Неоднократно был свидетелем Инать Тихонович, как во время наших с вами бесед или ваших бесед с иными людьми, если вас прервали звонком или гость входил, вы тотчас уделяли время собеседнику, а потом вновь возвращались к разговору с той мыслью, фразой, на которой прервались. А другой говорит, а о чем вы разговаривали? Вот говоришь даже маленько и опять, а о чем вы говорили? Он не знает, даже разговаривали, что-то я забыл. Ну и меня спрашивают, а вы возвращаетесь, и опять то же самое. Я такое читал, кажется, про поэта В. Хлебникова. Если его беседу резко прерывали обстоятельства, то, встретившись в другой раз с этим же человеком, он продолжал беседу с того же места, где вынужден был остановиться. Как будто ничего и не было. А вы, Игнать Тихонович, специально фиксируете такой момент речи, при отвлечении, или само так получается? То есть вопрос ко мне непонятный. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. С того самого места включается светофор. А специально или нет, не знаю. Про классификацию не думал. Просто так получается. Если рассматривать во свете Святой Библии. Во время беседы или проповеди одновременно, как бы на другом канале, молюсь Богу. Иногда задают вопрос по такому редкому месту, Священного Писания, на который не встречал ответа, толкования. Но как только прозвучал вопрос, у меня как бы на экране высвечивается нужный ответ. И вереницы места и Слово Божие, которые нужно тут же на память привести. Случается, что позже начинаю просматривать подобные ответы. И потом только дохожу до самой глубинной мысли. То есть я стихи вот читаю в другой раз, если бы не подписан, не признал. До конца читаю стихотворение, как будто чье-то. А потом начинаю, под подпись моя число стоит, значит мое. Я начинаю смотреть, и я понимаю, насколько там выше стихотворение моего уровня. Иногда молимся вместе несколько человек. Бывают тут и незнакомые. Впервые у нас ночевали. Абсалтырное чтение на русском языке. И кто бы не читал, тут же фиксирую ошибки мгновенно. Кабы ответ. Что это не столь важно, можно и не делать замечания. Вот вы когда читаете, я все ошибки за вами вижу, но вижу, это не так важно. И это все буквально на сотой доли секунды происходит. С сотой доли секунды, то есть мгновенно. Но вот одну букву не туда поставили. И у меня, как бы, светофор на красный свет. Прерывая чтение, прошу перечесть заново. Случалось, что читающий снова и снова делает тут же ошибку. Я говорю, ну-ка, прочитай. Он опять читает, опять с ошибкой. Ну, читай правильно. Он опять читает, опять ошибка. И потом вдруг, как бы проснувшись, читает уже правильно. Спрашивает. Неужели так все знаете наизусть? Меня спрашивает тогда. Случалось и еще сложнее. Прочитает. Я не делал замечания. Но как-то в памяти зафиксировалось это местописание. Закончено моление. Открываю для себя Святую Библию тут же и вижу, что читающий прочитал правильно. Но внутри меня, как бы, что-то не согласуется. Открываю другое издание Святой Библии. И там так же. Я вот тут полез, у меня там еще Библии издание. Полез, проверил. Правильно. А внутри нет, неправильно. Ну, как неправильно. Библии изданная нет. Еще полез в одну Библию искать. И только в третьем издании Библии читаю уже правильно. То есть так, на что и подвигался на молитве. Как это может быть? Не знаю. А сравнил сначала. И читали не по синодальному изданию. Вот и все. Ты в один раз считал, четыре или пять Библии открыть пришлось. И наконец-то нашел. Все. Я не могу ответить и на этот вопрос. Просто как на перфокарте. Не там прорезь и тревожный сигнал. Вернуться. Заехали за бордюр. Юрий Соболев. Благодарю, Инатья Тихонович, за обстоятельное разъяснение, от которого еще более девичьей чудной силе помазание Божие. Спаси Господь. Это помазание, Господи. Это невозможно. Я-то это могу сказать. А вы знали, чтобы у кого-то так было? Не знаю я. Не знаю. Вот бывает иногда мы беседовали, и человек не согласился. Ну, не согласился и ушел. Проходит иногда, даже я сейчас вот так припоминаю, 15 лет прошло. Он встречается, и я с того же места дальше начинаю с ним беседовать. Это нельзя никак. Один раз было, когда я только начал тут заниматься, в моем мире-то. в друзья набираю людей, ну, раз, друзья, ну, это фиктивно все. И, наконец, раз, а у меня уже друзей, кажется, 5 или 6 тысяч. И заходит человек, я вижу, его не было. Все, все, 5 тысяч запомнили. Не знаю, его не было еще, и вот, не было, он первый раз пришел. А другой идет, и он уже был у меня, отмечает память. Он был. Речь идет о тысячах. Это невозможно, тем более на один раз только. Дальше. Вот это было, сейчас я могу сказать, у кого Свердлова, он, говорит, помнил все явки, все на память. Тот, который расстрелял царя. Игнатий Лапкин. Бог благословляет людей. Люди благословляют Бога и друг друга. То есть, меня Рахиль спрашивает, я вот, может ли я, могу ли я, как женщина, благословлять кого-то, а то я детей-то благословляю, внуков. 499 раз слово благословение, благословлять, в полной Святой Библии встречается. Бытие 1.22. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. Кто кого благословляет здесь? Бог. Бог благословляет. Хорошо, Бог благословляет. Дальше. Бытие 27.30. Как скоро совершил Исаак благословение над Яковом? Кто благословил? Исаак Якова. Значит, человек человека может благословлять. Дальше. Бытие 27.33. И восприпитал Исаак весьма великим трепетом, и сказал, кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен. То есть, ой, я ошибся, меня обманули, это не действительно, нет уже, благословил, все, уже не ты. Ну, это же неправильно, это он обманом взял, все, больше никак, я не могу, потому что я, я не могу сказать теперь, неправильно, Господи, вычеркни, уже все я сказал, Бог зафиксировал, у нас это нет, ой, я сказал там, уже все, теперь из этого выходи, как есть. Матфея 5, 44 А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас, и гонящих вас. То есть, кого благословлять проклинающих, проклинающих, Господи, не дай им погибнуть, в судный день не помяни им этого, а брати на путь покаяния. 1 Петра 3, 9 Не воздавайте злом за зло, и ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. У тебя начал когда привел одно место, а Бог благословляет, ну тут вопросов нет. Она спрашивает, ну она знает, что Бог благословляет. Теперь я говорю, нужно ей показать, что и люди другого благословляют. Я выписываю места, но думаю, сейчас она скажет, а что это Звездского Завета, а как в новом? Теперь главное пошло у меня благословение в Новом Завете. Риминам 12, 14 Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Евреям 7, 7 Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. Евреям 11, 20 Веруя в будущее, Исаак благословил Иакова и Исава. Вот про это там считали, когда он ошибся, испугался. И теперь я все силы бросаю на то, чтобы разные места Писания показать. Иисус Новин 22, 33 И сыны Израилевы одобрили это и благословили сыны Израилевы Бога. То есть Бога теперь благословляют еще люди. Не друг друга только, но люди Бога, а Бог людей. 1 Паралипоминон 29, 20 И сказал Давид всему собранию, Благословите Господа Бога нашего. И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало и поклонилось Господу и царю. Даниил 3, 24 И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Значит, люди благословляют Бога. Вот это надо еще, это еще более. А теперь несколько раз в Ветхом Завете было. А теперь надо в Новом Завете узнать, могут ли благословлять не друг друга, а Бога. Вот такой ответ по всем параметрам. Ну благословляют, а что, славословие Бога, значит? Ну да. Луки 1, 64 И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Луки 24, 53 И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Благословение 499, считай 500, одного не хватило. И Иакова 3, 9 Им благословляем Бога и Отца. Языком. И им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Вот так. Теперь дальше. А ты на ответ. Роман Фроликов. Ложь о новом миропорядке. Миропорядок всегда один. Все, что есть в мире, это похоть очей, похоть тела и гордость житейская. Новый Завет. Просто одни люди больше чеславятся, а другие чуть меньше. Евгений Трапко. Слава Иисусу Христу за ревностный дух этого брата Андрея Сминягина. Благослови его Господь. Хороший пример для подражания, как надо действовать. Его ролик я поставил у себя сегодня утром. И ты ему это напиши обязательно. Его надо вывести. Скажи, какую роль в твоей жизни сыграла наша с ним встреча? На проповедь как-то вышел. Ты переехал первый раз, ты же нигде не было? Не было. И что интересно, вот когда они приехали, трое, Володя Пищиков, Андрей Смирнягин, и вот Володя Пащенко. И они у меня в определенном порядке, как-то сразу, я их как бы, вот этот больше, этому был, внимания поменьше, а этот и так все знает. А получилось сейчас, как раз, о котором думал, что ничего нет, что-то уткнулся, считай, тот оказался самый близкий, посередке, то, как Андрей остался, а того и не видать, и не слыхать. Вот то есть это говорит о том, что только Бог знает, что есть. А то мы на каждом шагу можем ошибаться. Хотя все хорошие, так и отношения хорошие остались. Я говорю только о проповеди, о благовестии. Сергей Игнатов, спаси Христос, посмотрел богоугодный труд Андрея Смирнягина по проповеди Святой Библии и поведения в храме. Однако наш наставник и советник во Христе делает это по благодати Божией гораздо лучше и профессионально. Видел, что такое? Равных ему нет, поэтому никого из проповедников Слова Божия больше не ищу. Я нашел пророка в своем отечестве. Вот здесь какие слова пишет. Ты, Андрея, напиши, чтобы он вышел на меня или как-то там. Меня интересует вопрос, чтобы он озвучил, какую роль в то, что он вышел на проповедь, наша встреча с ним сыграла. Анастасия, Наталья Усатая. Для Анастасии она отвечает, Наталья Усатая. Символ веры на иврите. Так, это Анастасия говорит, да. Наталья Усатая. Спаси Христос, благодарю. Она на иврите, девчонка, вот такая, все знает. Евгений Трапко. Спаси Господи. Анастасия, хорошая начитка. Видно, старалась. Только там ударение неправильно поставила в слове «эмет». Истина. Э-мет. А ты ударение поставила на первую гласную «э». Теперь, слушай, между ними, а тот в Израиле живет, а этот живет там, где на Украине. И между ними теперь разговор идет дальше. Анастасия. Анастасия. Мальхуто. Царствие его. Ударение на «о». Ты поставила ударение на гласную «у». Она ему говорит. Мир всем. Благодарю, Евгений. Анастасия. Очень красивое исполнение мелодия и четкое произношение. Это Анастасия пишет. Когда читаешь медленно, действительно красивый язык, полегче арабского. Когда прослушиваю на еврите аудио, оказывается, не такой тяжелый. Главное – желание и цель для прославления Христа. Анастасия, она тоже смотри. Евреи повсюду есть, но больше всего евреи удивляются, когда говоришь с ними на ихнем языке. Спаси Христос, Анастасия. А так кто говорит? Ну, там кто-то говорит, это, видимо, Анастасия. Ну, раз Анастасия, значит, Анастасия, Настя. И два тут каких-то места, надо смотреть. А это проповедь поставили, моя проповедь. Хорошая проповедь, советую просто, что-то он не имел тут сидишь. Евгения Трапко. Утром. Открытый вид на зеленые израильские поля цветущего Израиля. Наталья Усатая. Красивое небо. Вообще, в жарких странах красивое небо и море, и все, что вокруг. Как такое малюсенькое государство держится, когда вокруг одни враги? Так бы и проглотили евреев. Только одна авиакомпания на паломниках и туристов столько денег имеют, не считая отелей, цен в Израиле. Вот так думаешь, Израиль-то, они не признают Христа-то, а паломники идут почему-то в живой источник, золотая жила. Не делать ничего не надо, только деньги собирай. Евгений, тяжело поменять Израиль на холодную, бедную Россию? Спрашивают. Евтушенко Сергей. Евгений Трапко. Тяжело в Израиле кусок земли купить в частную собственность для сельскохозяйственного или просто загородный участок? Вопрос. Наталья Усатая. Компании и работодатели в Израиле берут большие деньги для того, чтобы приехать из другой страны на работу к вам. Если русская церковь себе не может кусок земли приобрести и для школы воскресной, откуда простому человеку купить маленький кусочек земли? Там греки большие махинации с деньгами проводят. Оттого и обнищала вся Греция и острова. Это уже определенно как и есть. Вот так. Это я показать наши ресурсы. Первое это мой мир. О, Галина опять зашла. Сейчас посчитаем. За что? Ее открыто можно делать сразу Галину. Потому что плохого она не напишет. Другой открываешь, а там то, что другим глядеть нельзя. Что-то не открывается. Я сразу вот сюда вот на это корыться. Раз. Все. Что она тут? Что-то тут? Запрос. Что тут это наша? Она там была. Сейчас, сейчас. Что тут она? Я нашла двух пользователей? Да. Но они один отвечают. Мне уже неловко называться. Можно ходить передать ему слово. Это она Сергея поблагодарить. Новиков Сергея Александрович, что выправил все. И вот какая у нее переписка тут была. Она пишет, что... Запрос контактных данных отправлен. Здравствуйте, Сергей Александрович. Меня зовут Галина Загуляева. Очень хочу поблагодарить вас за проделанную работу на видео свадьбы. За Гуляевых и крещение. Спасибо вас, Христос. Вы огромный молодчинок. Теперь что-то тут дальше непонятно кто что пишет. Повторно. То же самое, да? Вы огромная умница. Ну, больше ничего и нет. Значит, ну... А что-то я вчера смотрел, как-то мутновато это смотрится. Где возле скворечника они там ходят? Ну, да, совсем там плохо было видно. Это несколько раз переписано было, там еще больше нельзя сделать плохо. Там смотреть вообще больно было. Ну, и потом у нас есть форум. Форум большой, 1600 тем. Ну, вот, я каждый раз зелененького толкну, и узнаю, сколько за ночь вчера за день пришло. Вот. 435. А сегодня еще больше. Неизвестно еще. обычно 280 в среднем. прибывает так, как будто помаленьку. Ну, теперь посмотреть нужно наш видеоканал. Вот, как я вот, видишь, это Андрей Смирягин. Уже прошло. Посмотри. просмотров. 69. Сейчас я за 2 часа. Сейчас я толкну на 69. Да, 69. Так и осталось. Ну, вот, это все идет, как надо. Вот, а это боюсь открывать колокольчик. Это новый кто-то пришел, комментарии дают. Интересно. Вот, ну, столько, особенно, где мы обедаем, я уже не знаю, ну, несколько сот, прям с такой злобой. А мы обедаем, люди попросили, покажите ваш обед. почему голодные. Голодные, матерятся вокруг. Помнишь, как вот голодные псы или волки где-то воют им. Мы обедаем и одними матерками притом кроют. А ничего нет, мы обедаем. Они увидели на столе 15 блюд. Ну, на воскресенье кто-то принес. Вот, только на халяву. Э, нет. Людям, когда вот она принесла, она понимает, мы дали им, они говорят, любой скажет, намного больше. И они желают как-то отблагодарить. Потому что вызывают, наши братья у них работают и ну, и все такое проще. Вот, что тут сегодня? Василий, что тут они уже? Василий, три категории людей, не спасающихся. 138. А вот тут я поставил про голубей. Сколько здесь? Голубь? Голубь купается, орнитология. ИНН безвредная пока. Сколько? 705 просмотров. За сколько? За 10 часов назад. Для нас это огромная цифра, 700. А почему? Да не ради голубей пришли, а ИНН увидели. Я же знаю, откуда идет. А вот рядом такая же про голубя, но на сколько меньше? 205 просмотров. Вот. Ну, считай, в 3,5 раза. Так, раннее утро приборка после голубей тут побольше. 1600. 169, да. 1600. А вот вчера про Галину поставили, смотреть свадеб это сколько? 1090. 1090. Неохота сейчас посмотреть, когда приходил в субботу этот Колесников Никита сколько? 3955 просмотров. Ну, это вообще Никиту нашли, тут все они смотрят. Вот. Ну, это фильм новый поставили, православный спасает взятых на смерть, документальный фильм, первая, вторая часть, киностудия Троица, режиссер Рыжко. Это вот одно, это вторая спасает, первая, вторая часть. И потом у нас во свете Библии православный библейский сайт. И вот уже сейчас мы озвучиваем 12-ю папку, она называется Деньги. Вот посмотрим, что у нас получается деньги, по деньгам. Сейчас я буду отставлять, считать. Вопрос 1175-й, третий том открытым окном. Видите, как классификация идет, вот вопросы. Я не знаю, вот много отвечает кто, ну, есть такие, там, Уткачева где-то, есть у него так, чтобы найти по тематике, кому он отвечал, а потом беседовать никого не видит, а они не знают. И что интересно, отключенные комментарии. Я просмотрел 100 роликов, 100 бесед, ну, говорит о Боге, отключенные, то есть они боятся людей. У меня ни одного нету закрытого. Комментарий на день только ролик был закрыт, ну, на лето, шершней, шершней выжигаем, матерками засыпают. Я его закрыл, там, ну, помог Никита, и теперь опять открыл, а то неудобно. Ни одного нет закрытого. Здесь, главное, к такому священнику, такой известный, такой смелый. Комментарий отключенных. То есть никто не отвечает. То есть связи у них нету. Вопрос задать нельзя. Он что не говорит, люди заходят, да, много посещают, а связи-то никакой нету. Но он сказал, заходи, зашел, а никого нигде и нету. Я сама видела, как епископ Антоний возле церкви не раз подавал этим пьяницам деньги всем подряд и улыбался им. Молоденький прислужник держал перед ним какой-то мешочек с мелочью, которую он горстями раздавал налево и направо. Попрошайки давили друг друга и облепили епископа со всех сторон. А вы говорите, что нельзя подавать этим людям. Кто из вас прав? Вопрос серьезный. Это все-таки епископ подавал. Мы с ним хорошие знакомые. Он у меня дома был. Надежда Васильевна пирогами кормила нас и на машине ездили вместе с ним. Ну, 41 год умер внезапно. Лишний вес был и начал быстро сгонять. И сердце не выдержало. Ответ. Этим любил заниматься русский князь Иван прозванный Калитой. Калитой. Может быть, Калитой? Калитой. Да. Денежный мешок. Его так и звали. Да и другие цари и богатеи метали в народ монеты дешевый популизм. Эти приверженцы забывают о подателе такой милости в ту же самую минуту, как только деньги очутились в его кармане. То есть нищий он сразу забывает это. Эти проходимцы возле церкви абсолютно ненасытные утробой. они подобно тому пьянице, жажду которого решили удовлетворить и спросили. Если эту реку сделать водкой, тебе хватит? Он ответил. Нет, не хватит. А если море и океан сделать вином? Он ответил. И этого не хватит. А сколько же еще тебе сверх этого надо? Бутылку? Там океан, значит, они знают меры-то. Беседуя с некоторыми нищими, в кавычках нищими, я пытался искренне им помочь, но это не дало никакого результата. Чтобы расположить их к разговору, я сначала давал им деньги, потом чтобы развязать их язык. они рассказывали о своих бедах, что не могут оформить пенсию, а находящиеся на их иждивении. Но решительно не допускали, чтобы я походотайствовал перед властями, а я готов был взять их за руку и пойти вместе с ними в собес. Но после этого разговора все они ведут себя одинаково. Когда я прохожу мимо, они опускают голову, чтобы не здороваться, будто они меня не узнали. Работающие в милиции следователи с домучниками, которые в домах воруют, которые обворовывают квартиры, эту страсть к воровству называют клептоманией и сравнивают ее с наркоманией и говорят, что практически не знают ни одного случая, чтобы кто-то своровав после этого снова не залез. Это, конечно же, знали святые отцы вселенских и поместных соборов и написали правило, что просить могут только те, у кого на руках есть мирные грамоты, которые выдают в церкви. А у остальных хотя бы были иконы и встретились они на базаре, то стоглавый собор повелевает иконы отбирать, а их бодогами бить и изгонять из города. Палками бить. У Антония много денег и никакого уважения к церковным канонам и много трусостей перед всеми, даже перед проходимцами церковными. О том, чтобы не подавали милостыню этим попрошайкам в Барнаульском Покровском соборе говорил в проповеди только один священник, отец Симеон Титов. И один из попрошаек кинулся на него драться и пробил ему голову. Мы этого сашку скрутили, но за него стали заступаться бабушки. Теперь он попрошайничает прямо напротив Краевого суда. Я его встретил. Слава Иисусу Христу! Вот так. Старшая сестра Капустина Татьяна Кузьминишина договорились 6 занят. Вот такой ответ не дадут сегодняшние говороны там. Да нет, конечно. Они прячутся без комментариев. Комментарии отключены. Еще могу сказать. Комментарии отключены. Притом не у одного. Очень многие. Я смотрел, смотрел, ну где мне надо вставить, там вижу, что неправильно. Он говорит нет нигде, а комментарии нет. То есть он сказал правильно, неправильно, и он вставит. И повторяю, у меня ролик не один, а 10100. 10100. А тут священник один там 440 тысяч где-то вчера прочитал. Ну это неправда, там что-то кто-то где-то собирает. Ну может быть у него тысяча есть. Это ролик, это не слова. Ну вот новые. Вопрос 865-й. Второй том открытым оком. Сегодня к нам на работу приходила монашка из знаменской церкви продавать иконки. Она была без платка, с прической и накрашенными губами. И разговаривает по-мирскому. Хотя до этого приходила и выглядела вполне благочестиво. Объясните пожалуйста, почему это происходит? Может быть сейчас это разрешается в монастырях? Но ответ. Ответ. Если бы она принесла вам Библию слово живого Бога, то насколько бы я не был строг, в чем меня постоянно обвиняют, я почти не заметил бы, как она выглядит. Мне приходилось с такими разговаривать во многих местах города. Есть из них и богобоязненные, и одетые как прилично святым, приятно посмотреть. Но слово Божье для них не стоит даже на втором месте. У них главная установка продать и угодить своим начальничкам. Ни живой мысли, ни проблеска жизни в глазах. Неужели батюшки исповедуя их не видят, что вместо живой души муляж, что вместо развития таланта тупая покорность? Убита живая мысль, но стоит только коснуться беспорядков церкви, они мгновенно оживают и начинают яростно защищать их. Создается впечатление, что подавляющееся большинство этих торгашей, как и программистов, компьютерщиков, одержимые. Местный епископ напостригал их и вытолкал попрошайничать по магазинам и предприятиям на благочестивые в кавычках и ненужные украшения. Особенно всколыхнуло мирских людей схватка между епископом Антонием и благочином Новоалтайска Михаилом Погибловым. Фамилии-то какие? Погиблов. Каких сторонники мгновенно ожили от литургического в кавычках сна, напечатали тысячи листовок, разбрасывали их, обклеивая заборы и раздавая прохожим. Всем нужна была одна победа, а ведь весь сыр-бор был только из-за денег. Сегодня в Москве целая система попрошает заполнивших метро, вокзалы и людные места, собирающих пожертвования на строительство храмов. И вот уже газета «Россия» от 17 по 24 марта 2002 года печатает статью «Оборотни в рясах ради Христа Иисуса или ради хлеба куска куска». Ну, где куска? Ну, ты считаешь, «Оборотни в рясах ради Христа Иисуса или ради хлеба куса». Куса, да. Вот это стихотворный настрой, кусок. В августе 2000 года архиерейский собор Русской Православной Церкви вынес определение. Кавычки открыты. В условиях, когда священнические и монашеские одежды подчас используются мошенниками, собор счел недопустимым сбор пожертвований священнослужителями и монашествующими в публичных местах. Миряне же для осуществления такого сбора должны иметь письменное благословение правящей архиереи той епархии, где производится сбор. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Есть даже не церковной группой, организующей нелегальный сбор якобы на церковные нужды. Нанимают молодых людей, обрежают подрясник, дают им ящичек с куфью документы с какими-то печатами. Договариваться таким образом, будешь собирать на такой-то храм в глубинке. Две трети от собрана нам, треть себе. Для настоящих же сборщиков подачи в Москве документы подписывает обычный архиепископ Истринский Арсений Викарий, заместитель патриарха Московского всей Руси. На расследование лжесвященник сознался, что собрал около 30 тысяч рублей. В Москве эта сумма могла быть в несколько раз больше. Рясус сшил в ателье, а собранные деньги тратил на свои нужные. Вот вопрос, ответ какой. Понимаешь, во-первых, что говорят, что каноны говорят, как это есть. Они никогда от себя говорят и все, от шрева. неуважение ни к своим считателям, ни. Вопрос 863, второй том открытым оком. Во время собрания у баптистов проходит сбор добровольных пожертвований на нужды церкви. Нужно ли православным участвовать в этом, то есть отдавать денежные средства в их копилки? Ответ. Вы точно знаете, на что они собирают деньги? Быть может, они на них будут издавать противоправославную литературу и вы будете усиливать их позиции, не давать им ни гроша. Но если идет сборное издание Библии Новых Заветов и вы им доверяете, что они не обманут, а они в этом вопросы без обмана, то поучаствуйте. Но у нас есть сейчас свои издания, истинно православные. В их изданиях принимают участие миллиардеры с запада, а кто в наших? А у нас этого и нету, поэтому ну и что же ты отдашь деньги, а у нас и совсем денег нету. А еще вопрос. Вопрос 876, второй том, открытый локер. Если быть донором не грех, то значит не грех и деньги за это брать, или нужно быть безвозмездным донором? Это в университете я за капитал и стою и такие вопросы люди задают. Это записки. Ответ. О донорстве, о сдаче своей крови для спасения другого в Библии нет ни слова, потому что тогда медицина еще не пользовалась этим методом. Но уже тогда это как бы было запрограммировано в слове любовь жертвенность. Иоанна 15-13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. У животных душа в крови, это и жизнь. Бытие 9 глава 4 по 6 стих Только плоти с душою ею, с кровью не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу та же душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. И в нашей крови тоже жизнь, и дом жертвует собою. И для восполнения крови нужно питание, а значит и деньги. Но все это должно делаться с благословения священника, и благоразумно не злоупотреблять этим, дабы не умереть. Лишнюю кровь возьму, то само сердце остановится. вот так. Ну еще можно, сколько там у нас? 42 минуты. 42, ну наверное хватит тогда. Ну что сказать. Слава Богу, считывал Володя Пашенко, там у нас один благодарный слушатель Надежда Васильевна. Вот видишь, она уже заулыбалась. Сейчас я буду голубей выгуливать. Вот